Так что табличка, на которой говорилось, что Иисус был мусульманином. Да. Для меня это показалось провокационным, потому что, когда Иисус был жив, ислам еще не было, верно? Он появился в 7 веке нашей эры с приходом Мухаммеда. Что ты понимаешь под термином «мусульманин»? Очевидно, эти парни объяснили бы это. Для меня мусульманин — это тот, кто пытается жить своей жизнью по учению Мухаммеда. Хорошо. Мусульманин лингвистически означает «человек, который подчиняет свою волю воле Создателя». И это, да, вот где становится интересно. Потому что некоторые христиане также могут сказать, что «я подчиняю свою волю воле Создателя». Так что можно ли сказать, что христианин также является мусульманином? Да, так что можешь ли ты быть обоими? Итак, теперь вопрос. Например, ученики Иисуса, мир ему, или последователи Моисея, мир ему? Да, которые следовали за Моисеем всю его жизнь, и так далее. Они были мусульманами. Почему? Потому что они жили жизнью, согласно откровению данному пророку, который подчиняет свою волю воле Создателя. Я имею в виду, христиане называют его отцом, и так далее. Да. Итак, человек, который подчиняет свою волю воле Бога, называется мусульманином. Авраам, Моисей, Иисус, Ной. Все эти посланники и пророки были мусульманами по этому определению. Так что лингвистически это означает? Итак, некоторые могут подумать, что мусульманин – это человек, который следует за пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалам. Или мусульманин – это человек, который, возможно, с Аравийского полуострова, например. Конечно, некоторые могут предположить, это верно? Да-да. Но это неверно. Мусульманин – это тот, кто подчиняет свою волю воле Создателя. Вот почему Иисус, мир ему, является мусульманином, по нашему мнению. Мы верим в Него, и мы верим в Его чудесное рождение, и мы верим в чудеса, которые Он совершил, с позволения Бога. Все эти вещи, все чудеса, которые Он совершил, Он совершил с позволения Бога. Так что, да. Так что ты бы поместил всех авраамовых пророков в эту традицию, верно? Абсолютно. Хорошо, у меня вопрос. Откуда ты черпаешь свои знания о том, кем были эти люди и с чем они пришли? Каков твой источник? Итак, Иисус, мир ему. Я имею в виду, мы верим в Него, как в человека, который пришел с посланием от Бога. Верно. Чтобы направлять нас, как жить правильной жизнью. Когда Бог создал нас, думаешь ли ты, что Он просто создал нас и оставил нас бесцельно, без какой-либо цели? Нет. Думаешь ли ты, что Он оставил нас без руководства, чтобы мы не могли достичь той цели, которую, как ты веришь, мы имеем? Нет, я не думаю, что Он это сделал. Он дал нам руководство. Да, верно. А посланники и пророки являются носителями этого руководства от Бога. Да, хорошо. Так что Иисус, мир ему, посланник Бога. Вот как мы видим Его. Верно, верно, верно. Как бы ты это сказал? Как... Есть ли очень набожный христианин сегодня, который подчиняет себя Богу, как, скажем, Папа Франциск или кто-то вроде него? Ты бы не сказал, что Он мусульманин, верно? Теперь, например, считает ли Он Иисуса, мир ему, частью Бога? Да. Да. Вот где мы говорим, ладно, я должен не согласиться с тобой по этому вопросу, потому что я верю, что Бог един и неделим. Хорошо. У Него нет частей или фракций. Ты думаешь, что сам Иисус верил в это? Иисус, когда умолился, кому умолился? Если Иисус был самим Богом, да, может ли у Бога быть другой Бог? Но в Библии Иисус говорит такие вещи, как Он обращается к Богу, как к Отцу. Он говорит, «Отец, почему ты оставил Меня?» Из Писаний следует, что Иисус думал, что Он Сын Божий, и что Он часть Бога. Или, по крайней мере, это толкование. Итак, когда Он говорит, «Отец мой, почему ты оставил Меня?» Если Он был самим Богом, Он вызывает к себе? Во-первых, если Он был самим Богом, зачем Он вызывает к себе? Если Он был Сыном Бога, то в Библии есть много других сыновей. Принимаем ли мы их как буквальных сыновей? Нет, мы принимаем их как метафорических сыновей. Давид известен как Сын Бога в Библии. Он известен как его первенец. Да, но мы не говорим, что Он настоящий Сын Бога. Да. Почему? Потому что это метафорически. Сказал бы ты, что главное различие между исламом и христианством — это три единый Бог, в отличие от ислама, где абсолютно едино Божье. Ислам — это единственная чисто монотеистическая религия на Земле. Так что, когда дело доходит до того, когда мы используем наш интеллект и наше рассуждение, это до определенного момента. И это момент, когда мы устанавливаем, что это откровение, которое я держу в своей руке от Создателя. После этого момента, чтобы Создатель не говорил нам о видимом и сокровенном, мы подчиняемся ему без вопросов. Почему? Потому что как только мы устанавливаем, что это говорит сам Бог, хорошо? Да. Тогда если Бог говорит, что есть рай и ад, есть ангелы и джинны, демоны и так далее, и все эти вещи существуют, да-да, тогда мы принимаем это всем сердцем и без вопросов. Потому что до этого момента мы можем сказать, «Хорошо, я могу критиковать Коран и говорить, ну, заслуживает ли он быть Словом Божьим? Или есть ли в нем какие-либо ошибки? Или есть ли в нем какие-либо противоречия? Сохранилось ли это откровение?» И затем мы находим эти критерии в Коране. В Библии же, потому что ты, очевидно, занимаешься сравнительным религиоведением. Ты изучал Библию? Читал ли я Библию? Да, я читал большую ее часть. И теперь мы обнаруживаем, что, к сожалению, в Библии эти критерии для того, чтобы быть Словом Божьим, не соблюдаются. В Библии есть противоречия, в Библии есть ошибки. И они указывают на то, что авторство Библии принадлежит людям, а не самому Богу. Потому что люди могут совершать ошибки. Ветхий Завет был написан Богом, верно? И Бытие было написано Богом. Нет, здесь нужно прояснить... Он передал это через Моисея, но... Так что, скорее, мы здесь говорим о сохранении этих рукописей, или этого текста. Теперь, если он был написан Богом, согласишься ли ты, что он не должен совершать ошибок? Да. Поскольку Бог все знающий, он совершенен и не совершает ошибок. Да. Если бы ты увидел ошибки в этих рукописях, тогда бы ты усомнился в том, что это Слово Божье. Да. И это то, что мы видим в Ветхом Завете и Новом Завете. Я имею в виду, их более сотни. Я имею в виду, это даже не подлежит толкованию. Это буквально четкие числовые черно-белые ошибки внутри. Ты слышал о них раньше? Да, я знаком с большинством из них. А для вас в Коране нет ни одной из них, верно? Абсолютно ни одной. Если бы была одна, особенно похожая на ту, что мы находим в Библии, то, конечно, мусульмане бы отвергли Коран, потому что это вызов Корана. И сохранность также отличается. В Библии, если ты посмотришь на рукописи, самые ранние рукописи, в лучшем случае, через сто лет после Иисуса Мирьему, максимум триста лет. Да-да. Коран же был написан на арабском языке во время жизни пророка Мухаммада, алей-саляту ассалям. И одна из самых старых рукописей Корана находится в Бирмингеме, которая была датирована радиоуглеродным методом до жизни или близко к жизни пророка Мухаммада, алей-саляту ассалям. И она находится в Бирмингеме. Они нашли её в 2015 году, совсем недавно. И не только это. Когда они посмотрели на рукопись, которой более тысячи лет, они обнаружили, что они идентичны с сегодняшней рукописью. Так что всё это основано на доказательствах. Потому что ты должен основываться на доказательствах, как мы делаем это с любым другим аспектом нашей жизни. Когда дело доходит до религии, люди склонны отключать свои умы и говорить, «Ну, ты знаешь, ты просто можешь верить». Ислам же говорит «нет». Используйте те способности, которые у вас есть, и рассуждайте, и находите истину. И если что-то имеет для тебя смысл, будь искренен с собой и прими это. Да. Что ж, я был рад поговорить с тобой. Поэтому мы ничего никому не диктуем. Вместо этого мы говорим «спрашивай, учись и размышляй». Да, я взгляну на это. Ты хочешь Коран, потому что ты много говорил о нём? Конечно. Да, конечно. Хорошо. Я думаю, у меня дома есть старая копия. Это не шекспировский английский, это обычный английский. Хорошо. По сути, это один из самых точных переводов Корана на обычный английский язык. Да. Так что возьми это с собой. У тебя есть небольшой указатель в конце, где ты можешь искать определённые слова или определённые термины, и где они встречаются в Коране. Так что смотри, мы не враги христиан или что-то в этом роде. Я знаю, я знаю. Скорее, мы принимаем Иисуса мир ему. Всё, что мы говорим, это не предавать ему статуса, который он сам себе никогда не предавал. Что «я Бог». Он никогда не говорил «я Бог». И в свою очередь, поклоняйтесь мне. Он никогда не говорил этого. Но он всегда поклонялся Отцу. Он всегда взывал к Отцу. Знаешь, если бы он был Богом, почему он сказал Марии Магдалине, «я возвращаюсь к моему и твоему Богу». Да, да, да. Как у него может быть Бог, если он сам был Богом? Да, да. Так что это нелогичные заблуждения, которые есть в этой концепции Троицы, о которой до сих пор, я уверяю тебя, мы говорим многим христианам. До сих пор, и ты сам понимаешь, что они никогда не смогут округлить этот квадрат. Нет, это правда. Я имею в виду, что это одна из тайн, не так ли? Тайна — это, конечно, красивое выражение, но вероятно, более точный термин будет нелогичность. Тайна — это просто удобный способ выйти из этого. Но это совершенно нелогично, хорошо? Так что, знаешь, нам были даны эти умственные способности не просто так. Да, 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 да. А чтобы использовать? Да, да, да. Нет, это очень верно, очень согласен. Я согласен с этим. Что ж, было приятно познакомиться. Если я сказал что-то, что вызвало какое-либо оскорбление, пожалуйста, прости меня. Нет-нет-нет, это не было мое намерение. Если у тебя возникнут какие-либо вопросы, мы есть в Инстаграме и в ТикТок, и во всех остальных соцсетях. Это есть на карточке внутри. Можно писать нам сообщение, и мы будем рады связаться с тобой там. Отлично.